МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Город равных возможностей. В Самаре проходит неделя инклюзивного образования. Ситуация на дорогах остается сложной. В часы пик снегопад практически парализует движение. Крупные магистрали города встают в километровых пробках. Многие самарцы возвращаются домой на метро. Из-за ухудшения погодных условий создаются аварийные ситуации. За два дня в ГАИ зафиксировали более 300 столкновений. Госавтоинспекция просит водителей в такую погоду соблюдать скоростной режим, использовать противотуманки, соблюдать безопасную дистанцию до впереди идущих машин и боковой интервал. И вообще лучше воздержаться от поезда к наличному автотранспорту. Непродолжительное ослабление морозов и резкое изменение погоды в Самарской области принес насыщенный влагой и теплом Атлантического океана скандинавский циклон. Снегопады с метелями, по прогнозам синоптиков, в регионе будут идти до конца рабочей недели. В ночь на 14 марта коммунальные службы Самары работали в условиях штормового предупреждения. За сутки в городе выпало около 10 миллиметров осадков. Это один из рекордных показателей за зимний сезон. Март 2012 попал в историю. Таких весенних снегопадов в Самаре не было давно. Город буквально заваливает снегом. Дорожным службам пришлось активизироваться. Если раньше за сутки вывозили 3000 тонн снега, теперь на тонну больше. Работают в круглосуточном режиме. Когда прогнозы синоптики дают, мы реагируем. У нас, кстати, сегодня штормовое предупреждение. И осадки будут продолжаться еще. И, соответственно, включается режим повышенной готовности. Уже горожане привыкли, что основные работы проводятся именно в ночное время. И поэтому до 8 часов ночная смена будет трудиться, трудиться напряженно. Автопоезда ночью курсируют по всему городу. Спецмашины посыпают дороги противогололедными реагентами, чтобы снег не прилипал к асфальту. Следом автогрейдеры формируют вал у обочин. Затем проезжую часть вновь обрабатывают. Плужно-сщеточные машины и пескоразбрасыватели, которые будут антигололедные реагенты распределять. Это Бионорд, песчано-солярную смесь. Поэтому, думаю, Дмитрий, справимся. Я проехал уже Куйбышский район. Ну да, это вы справлялись. Уже в марте справимся. Дорожники стараются не затруднять движение автомобилистов. Автовладельцы не отвечают взаимностью. Машины по-прежнему оставляют ночевать у обочин дорог. Поэтому в некоторых местах снег остаётся. Машины, проезжая по нему, разносят по всей дороге, создаётся аварийная ситуация. Поэтому убедительную просьбу ко всем водителям не оставляйте машины у борта припаркованные. Уборка снега в усиленном режиме продолжится, пока не прекратятся обильные снегопады. Марина Кравцова, Артём Сулайманов, ГИС События. Уборка снега под контролем главы Самары. Коммунальные службы каждый час докладывают об оперативной обстановке в городе. Для расчистки дорог от снега привлекают все возможные ресурсы, как городские, так и крупных предприятий. С расчисткой крыш от снега и наледи сложнее. У погоды свой график. Коммунальщикам приходится корректировать свои планы. Штормовое предупреждение, объявленное накануне, скорректировало график уборки крыш от снега и наледи. Многие управляющие компании временно приостановили работы. Есть здесь объективное обстоятельство. Именно только на вчерашний день. Это то, что было штормовое предупреждение. После 12 часов формально управляющие компании сняли свои бригады. Бригады рабочих сняли с очистки крыш ветхих и аварийных домов и зданий. В основном в Ленинском и Самарском районах. Штормовое предупреждение это форс-мажор. В обычные дни должно быть стопроцентное исполнение графика. Напомнил глава города. Здесь нужны системные решения. Вы должны из года в год этот вопрос решать. Не в режиме аврала, а в режиме системной деятельности своей. Поэтому, первое, дополнительные, посмотрите, необходимость разработки дополнительных НПА и субсидий. Возможно, вариант. Именно по этому, по ветхому фонду. Давайте предложение. Ну, если мы с вами реально понимаем, что там бригад 7, а крыш полторы тысячи, мы понимаем, что ни в какие там обозримые сроки это сделать просто невозможно. Здесь же обратили особое внимание на качество проведения кровельных работ в городе. Нельзя допустить, чтобы новая крыша была хуже прежней. Это очевидно, сказал мэр. У нас очень много сейчас жалоб приходит, когда говорят, что у нас никогда не было наледей, никогда не было сосулек, сделали в прошлом году ремонт, и посмотрите, что с нашей крышей творится. Это значит, что сделана работа некачественная. Чтобы не было нареканий со стороны жителей города, мэр поручил провести проверку каждой вновь отремонтированной кровли. И в течение недели представить информацию. Подготовка города к комплексному озеленению также стала одной из важных тем совещания в мэрии. Сейчас дорабатывается комплексная программа по озеленению Самары. В городе станет больше зеленых зон. Парки, бульвары и скверы будут засаживать не американскими кленами, а современными декоративными деревьями и кустарниками, пихтами и туями. К формированию облика любимых мест отдыха горожан будут привлекать и самих самарцев. Мнение общественности в вопросах озеленения будет обязательно учитываться. Знаю, что рабочая группа департамента уже трудится. Даю вам поручение пригласить к разработке этой программы экологическую и научную общественность. То есть направьте письма и пригласите, чтобы у нас обязательно при разработке программы сразу же и ученые, и экологи присутствовали. Мария Иваткина, Иван Карпов, ГИС, События. О переселении жителей из ветхих и аварийных домов говорили на личном приеме у первого заместителя главы города Виктора Кудряшова. За помощью обратилась пенсионерка Наталья Захарова, которая ждет переезда уже не один десяток лет. Проблема в том, что непригодным для проживания признано лишь полуподвальное помещение, в котором расположена квартира самарчанки. Сам дом не аварийный и сносу не подлежит. Поэтому и в целевую программу переселения эта семья не попала, но в ветхом жилище людей не оставят. В департаменте имущества Натальи Захаровой уже предложили 4 варианта на выбор. Если квартиры не понравятся, будут искать другое жилье. Мы занимаемся переселением людей. В этом году мы из федерального бюджета получаем деньги, огромную сумму денег из городского бюджета на эти цели тратим. И порядка 250 квартир мы планируем приобрести. Но их получат люди, которые стоят в очереди. В целевую программу переселения попали жители домов, признанных аварийными и подлежащих сносу до 1 января 2007 года. Новые квартиры для них будут подыскивать преимущественно в том же районе. От энергосберегающих лампочек к энергосберегающим домам. В 2013 году Министерство строительства Самарской области построит первое подобное здание. Плата за коммуналку в нем будет в разы ниже нынешней. Но сам дом влетит в копеечку. На выставке стройиндустрии в центре экспо «Волга» побывал наш корреспондент. Кирпич суперпрочный, пылесосы, смывающие пыль с бетона на 100% и светящиеся дорожные знаки, мигающие огни которых не тратят много электроэнергии. Наша разработка – это мы подсоединяем дорожные знаки к солнечным батареям, то есть питаемся энергией солнца. Естественно, это абсолютно бесплатно получается для города. Выставка стройиндустрии объединила больше 180 российских и зарубежных компаний, производителей, поставщиков и строителей. На трех площадках стенды со строительной тематикой, салон, посвященный ЖКХ, а на улице спецтехника нового поколения. На пресс-конференции организаторы и участники обсудили проблемы и перспективы развития отрасли. В Самаре будут строить энергосберегающие дома. «Ряд регионов уже у себя реализовал. Мы смотрим, какой эффект достигается в процессе эксплуатации. Вот будут эти обобщенные данные. По-моему, 9 регионов у себя построили такие дома. Для граждан, конечно же, большая экономия по оплате за коммунальные услуги. Но для бюджета это дорого». В рамках выставки пройдет конкурс «Серебряный куб». Среди строительных организаций выберут лучшие инновационные компании. Марианна Мирная, Сергей Баскин, ГИС, События. Научная лаборатория по эмбрионированию появится в Самарской области. Она позволит выращивать ВИП-поголовье крупного рогатого скота. За основу возьмут элитных буренок. Их уже третий год завозят в Самару из Башкортостана и Алтайского края. О развитии племенного животноводства говорили сегодня на заседании областного правительства. Обсуждали и другие темы. Подробности в сюжете Марии Иваткиной. Фейс-контроль для крупного рогатого скота. С этого года в Самарскую область начнут завозить только элитных племенных буренок, чтобы молоко, рога и даже окрас были по ГОСТу. Заезжие коровы положат начало в ВИП-разведению. На территории области 17 репродукторов. Здесь-то и будут приумножать породистое поголовье. Причем на эти цели значительные субсидии со стороны государства. Сегодня в рамках этого закона будет усилена тенденция приобретения племенных животных. Причем я хочу сказать, что действительно это беспрецедентный проект, потому что, по сути, предоставление товарного племенного скота, сельхозтоваропроизведения, осуществляется без процента. Потому что за счет средств нашего бюджета, в институте сельскохозяйства, мы субсидируем тот процент, который установлен по данному кредиту. В Самарском регионе поставками скота занимается компания «Велес». Она сдает приезжих буренок в аренду сроком на 5 лет в добрые животноводческие руки. И как в Простоквашино, все, что хозяин с нее успел получить за это время, молоко, телят его, а корова все же государственная. Самое сложное на сегодняшний день вообще и в мире, и во всей стране, вот именно поднять племенной животноводство на какой-либо из территории. На сегодняшний день на территории Самарской опыта имеется значительный положительный опыт, который отмечен на федеральном уровне и взят за основу для того, чтобы распространять на всей территории России. Говорили на заседании правительства и об обеспечении общественной безопасности. По всем основным показателям регион идет на снижение. Сразу на 8% стало меньше преступлений по сравнению с годом предыдущим. За 2011-х зафиксировано 62,5 тысячи. В основном это квартирные кражи, мошенничество и хулиганство. А вот уличных грабежей стало меньше. Если смотреть в целом по стране, по России, то идет увеличение, небольшое, но есть увеличение этой преступности. У нас она понижена за год на 12,8%. Снижение цифр не абсолютный показатель хорошей работы правоохранительных органов. Владимир Арсиков дал поручение проводить ежеквартальный мониторинг и выяснять, как население оценивает работу полиции. Мария Иваткина, Иван Карпов, ГИС, События. Шесть лет колонии и поселения и лишении водительских прав на три года. Кировский районный суд вынес приговор водителю Дмитрию Власову, виновному в провокации ДТП на улице Демократической, в мае прошлого года. В результате погибли три человека, в том числе беременная женщина. Заключительное слушание несколько раз переносили. На два из них подсудимый не явился. Сегодня в областном суде рассмотрели ходатайство от защитников Власова. Они просили пересмотреть дело и провести повторную проверку. Суд просьбу отклонил. Вот что сказал перед приговором отец погибшей женщины. Я бы хотел, чтобы ему впаяли как минимум 15 лет. А так получается, 7 лет, если он получит максимальное по этой статье. Это если разделить на четверых, это будет маловато. Тем более остался сирота. У осужденного есть право обжаловать приговор в течение 10 суток. Кировский район. История длиной в 70 лет. В 1941 году из Москвы, Воронежа, Смоленска и других городов в Куйбышев эвакуировали крупные промышленные предприятия. Их разместили вокруг дачной и железнодорожной станции Безымянка. Это и послужило началом формирования нового района. Авиа и машиностроение, металлургия – легендарный ЦСКБ «Прогресс», без которого не стал бы реальностью первый космический полет. А еще Безымянский аэродром – одна из крупнейших в области больниц и лучшая в России шоколадная фабрика. Жителям Кировского района есть чем гордиться. Я таки думаю, Кировский район является центральным районом в Самаре. Как Москва является столицей России, а Кировский район является столицей Самары. В день рождения Кировского района в школах прошли уроки, посвященные людям района и его истории. В годы Великой Отечественной Кировский – запасная столица. Здесь ковали победу. И кузница располагалась как раз в Кировском районе. В черную смерть гитлеровской Германии советский штурмовик Ил-2 собирали на «Прогрессе». Я тут работал на «Прогрессе» когда-то. Инженером был? А как же, без нас ничего не было. Кировчане, так называют жителей Кировского района Самары, говорят, тут особая атмосфера. 70-летний юбилей района отметили в кругу большой семьи. В ДК Литвинова собрались ветераны труда, заслуженные работники и передовики производства. Как и полагается, самые теплые пожелания звучали в адрес юбиляра. Пройдет какое-то время. В этом зале будут отмечать 100 лет района. И будут говорить о возрождении района. О том, что вот эта промышленная наша слава, промышленная мощь, когда-то Куйбышева, ныне Самары, она здесь возрождена и увеличена. Глава Самары Дмитрий Азаров отметил, что промышленному, производственному и творческому потенциалу Кировского района могут позавидовать многие города. Конечно же, главное достояние района, района, который представляет и гордость, и трудовую славу нашего города, это, конечно же, люди. Люди, чьими руками создан район, создан наш город. До сих пор самые крупные инвестиции, например, в производство именно в Кировском районе. И, конечно же, здесь потенциал, который развивается и который приносит нашему городу и богатство, и уверенность в будущем развитии. В этом году район станет еще краше. В ближайших планах городской администрации благоустройство площади Кирова и близлежащих скверов. Марина Кравцова, Артем Сулайманов, ГИС События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова